Если бы кто-то выложил слитый сценарий восьмого сезона Игры Престолов на Авито, он продался бы в течение часа за миллионы. Но, к счастью, даже не имея сценария, на Авито можно продать или купить что угодно. Единственной бедой до недавнего времени было ограничение по региону. Трудно продать что-то человеку, живущему на другом конце страны. Но Авито это постоянные инновации. И сервис запустил услугу Авито Доставка, с помощью которой вы можете больше не опираться на свой город или область. Продавайте товары не там, где живете, а там, где хотите. Ведь зачастую в соседнем регионе может найтись покупатель, который предложит более выгодные условия покупки вашего товара. Для продавцов услуга абсолютно бесплатна, и теперь никаких границ не существует. Вы еще не верите? Переходите по ссылке в описании и убедитесь в этом лично. Сегодня необычный день. Чаще всего мы делимся с вами подборками актуальных сериалов или крутейших фильмов, о которых вы и не знали. Но сейчас все будет иначе. Мы познакомим вас с фильмами, в существование которых вы не поверите не только с первого взгляда, но даже и со второго. Медведь-каратист, кролики-разрушители семей и даже покрышка от автомобиля, обладающая телекинезом. А самое забавное в том, что далеко не все эти фильмы плохи. Просто они сняты людьми с нестандартным мышлением и большим процентом алкоголя в крови. Короче, никаких эпичных сюжетов, только хорошее настроение и самые оригинальные картины в истории человечества. А какой самый безумный фильм смотрели вы? Оставляйте своего кандидата в комментариях, и мы обязательно его оценим. Неудачный исход научного эксперимента, который порождает создания, рожденные для убийства. Это, пожалуй, сюжет доброй половины фильмов ужасов. И нашего первого клиента. Его режиссеры, похоже, устали от клише жанра и сделали главными злодеями... Пончики. Да-да, вы не ошиблись. Облучению подверглись пончики, которые стали агрессивны и устроили настоящую вендетту людишкам. Фильм «Атака пончиков-убийц» снят не в 80-х, а совсем недавно. Что делает графику вполне сносной. Ванильные, шоколадные и даже пончики с присыпкой пожирают человеков во всех возможных вариациях. Добавьте сюда остальные признаки трэш-хоррора в виде грудастых девушек, криков и крови в достаточном количестве, и фильм подарит вам незабываемые впечатления. Никогда еще вкусняшки не были так смертоносны. И одна лишь сцена, где коп с серьезным лицом стреляет по пончикам, способна довести до слез. Осторожно, фильм не рекомендован к просмотру лицам, переживающим за права еды. Перейдем к картине, одно название которой говорит само за себя. «Карате-убийца медведей». Это, пожалуй, лучший заголовок в истории человечества. Если бы «Оскар» давали в этой номинации, у соперников просто не было бы шансов. История рассказывает о бедном каратесте, которого вынуждают подраться с медведем, чтобы оплатить лечение сына. А знаете, что самое крутое? Что эта история, пусть и мельком, но основана на реальных событиях. Ведь сюжет сводится к эпичному поединку бойца и настоящего медведя, который представляет из себя человека в уморительно смешном костюме. Знаете, если вы позовете девушку на просмотр фильма о медведе, который знает карате, ваш пикап запомнится ей до конца жизни. А если свидание будет успешно, вы можете позвать ее и на приквел, в котором главный герой дерется с настоящим быком. И изюминку происходящему добавляют в целом неплохие такие зрительские оценки на IMDb. Но похоже, что все дело здесь в кучке троллей. Топ-2 в рейтинге самых крутых названий в истории человечества – фильм «Акула-осьминог против кита-волка». И, пожалуй, он занимает первую строчку в рейтинге крутейших синопсисов. Когда безумный ученый скрещивает гены кита-убийцы и волка, на свет появляется существо, которое может остановить только акула-осьминог. Во время просмотра фильма в вашей голове появится столько вопросов, на которые невозможно найти ответы, что вы и представить не можете. Лично мы хотели бы посмотреть в лицо человеку, что выделил деньги на создание такого фильма, и спросить под действием, каких трех наркотиков он находился. Меньше их быть не могло. Местами происходящее напоминает порно-пародию нормального ужастика, но как такового порно на экране не показывают. И это, пожалуй, единственный минус этой эпической истории о противостоянии «Акула-осьминога» и «Кита-волка». Едем дальше и приближаемся к одному из самых абсурдных проектов в истории кино. До момента начала работы над этим видео мы и не знали, что существует отдельный жанр абсурдной комедии. И либо это попытка инопланетян уничтожить человечество изнутри, либо у нас нет никаких идей о том, кто его придумал. Что же до фильма под названием «Шина», сразу скажем, что зрителям он ну уж очень понравился. У покрышки есть даже имя – Роберт, а повествование ведется от лица его фанатов. Роберт доказывает, что у Шин тоже есть чувства, подглядывая за девушками в душе. Удивительно, почему на Западе никто не организовал правозащитную организацию, защищающую интересы покрышек. Помимо эротики, Роберт любит гонки на Скар и, конечно же, убивать людей. Вы не поверите, но кино даже показывали на кинофестивале в Каннах. Впрочем, для критиков это оказалось уж слишком. Но для первого свидания с девушкой Шина также пойдет на ура. По крайней мере, намекнуть о необходимости использования резины будет легко. Мел Гибсон, Дженнифер Лоуренс, Джоди Фостер. Актерский состав фильма «Бобер» больше напоминает нечто из наших классических видео с подборками годноты. Не правда ли? Картину также представляли на кинофестивале в Каннах. И выделили умопомрачительный 21 миллион бюджета. Впрочем, львиная его доля ушла на кокс. Почему? Потому что это фильм о руководителе фирмы по изготовлению игрушек, который разговаривает с плюшевым бобром. И не просто разговаривает, а делает его своим лучшим другом, знакомит с коллегами по работе и превращается в ходячую книгу по расстройствам личности. «Бобер» захватывает сознание героя и начинает диктовать свои правила, заставляя друзей и знакомых принимать решительные действия. Просмотр обязателен, хотя бы в качестве демонстрации того, что не только наша сборная по футболу может сливать в унитаз миллионы долларов. Этим профессионально занимаются в Голливуде. Впрочем, это относится лишь к идее. Фильм реализован так хорошо, что оценки от зрителей более чем сносные. Однако киноделы старинные могут легко назвать современников щенками. Они снимали такой абсурд, что нам и не снился. В 1953 году Свет увидел фильм «Пять тысяч пальцев доктора Т». И даже скидка на старость не оправдывает всей наркомании. Тот самый доктор Т – простой учитель пианино. А в «Кошмарах малыша» он пытается поженить на себе его маму. Причем способ выбран оригинальный. Доктор Т берет в рабство 500 малышей и заставляет их играть одновременно. Каким-то ведомым только прокуренной голове режиссера методом это должно очаровать мать малыша. Нет, мы не говорим, что фильм плох. Дело в том, что он действительно странный. Все, начиная от декораций и заканчивая поведением самих актеров, не вписывается в стандартные оценки. Это нужно видеть своими глазами. Ну а мы упомянем, что на съемках фильма 150 детей заболели. И был отмечен случай, когда больше сотни юных актеров, скажем так, блевали прямо на рабочем месте. Из этого нужно было сделать постер для раскрутки фильма. Ну а какой же список безумных проектов обойдется без зомби-апокалипсиса? Но в нашем случае апокалипсис приправлен неплохой такой порцией запрещенных веществ. В прямом смысле слова, действия шедевра кинематографа под названием «Мертвятский кайф» проходят в мире, пережившем нашествие зомби. Не так давно они пытались захватить мир, но благодаря заветам Милы Йовович люди с ними справились. А некоторые, вроде главного героя, даже научились извлекать выгоду. К примеру, выращивать на мозгах зомби коноплю. Совершенно классическая и заезженная в кино ситуация, не правда ли? Развивается эта скукота, как и в сотне аналогичных проектов. Герой берет друга и вместе с ним отправляется собирать мозги зомби, чтобы вырастить самый сочный сад планеты. Голые девушки, кровь, резня и хорошее настроение обеспечены. По крайней мере, в нетрезвом состоянии фильм определенно доставит вам удовольствие. Завершим выпуск настоящим королем. И не потому, что он самый безумный из всего, что мы рассказали, а потому, что Питер Динклейдж, Мэтью МакКонахи и даже Гэри Олдмен приняли участие в вакханалии под названием «Маленькие пальчики», сняв невероятный фильм на абсолютно глупой истории. В центре событий молодая пара, которая ждет ребенка. Все не так просто, ведь у парня в роду сплошь одни карлики, а эта штука наследственная. Само собой, ребята боятся за будущее младенца, и мудилой пытаются выставить жениха, который не хочет ребенка. А меж тем, его жена не просто ждет, а готовится к рождению, ну уж очень маленького малыша. Процесс ее подготовки приснился сценаристам в алкогольной коме, ведь дамочка знакомится с низкорослой семьей и начинает узнавать их быт. Заканчивается же все тем, что дама влюбляется в одного из карликов, и образуется настоящий любовный треугольник. Как бы вырви глаза не звучало, происходящий фильм на самом деле очень и очень стоящий. Скупое описание сюжета обещает комедию для наркоманов, но на самом деле это трогательная драма об ответственности и о том, что все люди одинаковые. На этой доброй ноте мы завершим самый безумный выпуск нашего канала. Сомневаемся, что на этом этапе кто-то еще смотрит видео, но если это так, делитесь своими кандидатами на звание короля. Ведь удовольствие можно получить даже от поединка каратиста с медведем, и люди должны знать шедевры мирового кинематографа. Ставьте лайк в поддержку Акула Осьминога и с нетерпением ждите сиквела Говорящего Бобра. До новых встреч, друзья!